Добрый день, уважаемые коллеги. Многих интересует в действительности, чем занят патолог во время проведения морфологического исследования меланцитарных образований кожи. Для этого следует вспомнить нормальную анатомию кожи. Это достаточно сложный орган. И нас в первую очередь интересует строение эпидермиса. В частности, он состоит, включает в себя базальный слой, клетки кератиноциты прилежат к базальной мембране, шиповатый слой. Когда клетки накапливают определенные зерна, этот слой называется зернистый. И верхний слой роговой лишен жизнеспособных кератиноцитов. Нас в первую очередь интересует небольшая популяция клеток, расположенных в базальном слое, которые происходят. Они называются меланоциты. Они происходят из нервного гребня во время формирования нервной трубки. Это зародыш центральной нервной системы. И они вырабатывают меланин. Обратите внимание, клетка, меланоцит, помимо основной части, содержит, включает в себя большое количество отростков. Мы их называем дендриты. В совокупности с кератиноцитами они образуют эпидермальную меланиновую единицу. В совокупности в базальном слое один меланоцит приходится 10 кератиноцитов. Но один меланоцит способен обеспечить меланином более чем три десятка кератиноцитов. Почему это имеет значение? Ультрафиолет обладает повреждающим действием. Под воздействием ультрафиолета меланоцит вырабатывает меланин. Посредством меланоцитов он доставляется через тендриты к кератиноцитам и поглощается кератиноцитами. Вследствие чего происходит блокирование неблагоприятных эффектов ультрафиолетового излучения. Что происходит с кожей вследствие хронического солнечного повреждения? В первую очередь этому подвержены сельские жители, а также женщины, злоупотребляющие солярии. Принципиально структура эпидермиса не изменяется. Присутствуют все слои. Однако обратите, что в два раза приблизительно увеличивается количество дискретных меланоцитов в базальном слое. Это является диагностическим признаком, и это необходимо учитывать. Для того, чтобы произошло образование нейлуса, с меланоцитом происходит ряд преобразований. В первую очередь он утрачивает отростки. Вследствие этого, если он в норме расположен, меланоцит, в базальном слое дискретно, то он начинает образовывать группы скопления. Обратите внимание, в сосочковом слое дермы формируются группы меланоцитов. Более того, в норме меланоцит, выработанный пигмент, передает кератиноцитам. В данном случае он сохраняет пигмент собственной цитоплазмы. И происходит еще один феномен, который заключается в том, что меланоцит из базального слоя эпидермиса мигрирует в сосочковый слой дермы. Таким образом формируется неус. Если мы говорим о ранней стадии развития меланоцитарного неуса, которая называется простой лентиго, слово лентиго в латинском языке означает то же самое, что в русском языке означает слово веснушка. Микроскопические изменения при простом лентиго заключаются в следующем. Существенно, что меняется эпидермальное сочленение, оно приобретает форму сосочков, увеличивается количество меланоцитов в данных образованиях в сосочках эпидермиса и появляется большое количество гиперпигментированных клеток в базальном слое. Это является достаточным основанием для постановки диагноза простой лентиго. Если при микроскопическом исследовании мы видим скопление меланоцитов в данных образованиях эпидермально-дермального сочленения, они напоминают сосочки, мы их иногда называем юнгциями. Если мы видим гнезда в этих юнгциях, то данное меланоцитарное образование называется юнгциональный неус. В случаях, когда гнезда меланоцитов присутствуют на границе в юнгциях, а также в сосочковом слое дерми, в этом случае данный неус называется сложный неус. Если при микроскопическом исследовании мы видим гнезда меланоцитов исключительно в сосочковом и ретикулярном слоях дермы, то в данном случае мы оцениваем данное меланоцитарное поражение как внутридермальный неус. И неус, и меланома имеют ряд характерных морфологических изменений. В общем и целом их можно объединить в две группы. Первая – это группа, связанная с архитектоническими особенностями, особенностями строения и распределения меланоцитов. И вторая группа – это изменение самих меланоцитов, изменение цитологические особенности меланоцитов. Для доброкачественных образований кожи характерна асимметрия, которая не требует дополнительных комментариев. Георгий Иванович говорил о важности и адекватности истечения образований. Именно по этой причине мы можем адекватно исследовать образование полностью, и это является одним из критериев, которые позволят нам дифференцировать доброкачественное образование от злокачественного. Обратите внимание, что меланома имеет асимметричные контуры, это не требует дополнительных пояснений. В норме меланоциты, мигрируя из базального слоя дермы в глубокие слои дермы, муфтообразно охватывают предсуществующие структуры, поскольку в дерме содержатся волосяные фолликулы, сальные, потовые железы. При формировании неуса меланоциты охватывают волосяные фолликулы и сальные потовые железы. При злокачественной трансформации злокачественные меланоциты стирают предсуществующий рисунок, и в данном случае мы видим единичную сохранившуюся структуру волосяного фолликула в основании опухоли, поскольку они еще не успели заместиться, либо не вытеснены злокачественными клетками. Это тоже является диагностическим критерием, важным для постановки меланомы. Обратите внимание, специфический морфологический феномен. Когда меланоцит мигрирует из базального слоя эпидермиса в глубокие слои дермы, он уменьшается в размерах, и клетки располагаются более компактно. В случае злокачественной трансформации этот феномен не сохраняется. Клетки меланомы одинаково крупные как в поверхностно расположенных отделах, так и в глубоко расположенных отделах. Это тоже является одним из диагностических критериев. Мы говорили о архитектонических особенностях, теперь о цитологических особенностях меланомы. Если в предыдущих докладах говорилось о различных клинических типах меланомов, в том числе о меланомах слизистых оболочек, кувиальных меланомах, акральных меланомах, с морфологической точки зрения они микроскопически приблизительно, клетки выглядят приблизительно одинаково. Если мы говорим о невусе, то клетки приблизительно одного размера. Они имеют овальную форму, их размер не варьирует, контуры достаточно чёткие. Если мы посмотрим на клетки злокачественной меланомы, они увеличены в размерах, контуры ядер неправильные, и в ядрах появляются специфические органеллы ядрышки, которые имеют ярко-розовый цвет, что тоже является диагностическим критерием. Поэкносно распространяющаяся меланома – это самый частый тип злокачественной меланомы кожи. Её микроскопической особенностью является расположение меланоцитов в эпидермисе по типу кортечи или россыпью. Причём, обратите внимание, атипичные меланоциты расположены не только в базальном слое, но фактически доходят до зернистого и рогового слоёв, что в последующем приводит к закономерному изъязвлению новообразования. Мы помним, что меланома протекает в две стадии – это фаза радиального роста и вертикального. Узловая меланома имеет определённую особенность, которая заключается в том, что радиальная фаза роста не происходит, поэтому микроскопически мы видим, по сути, шаровидное экзофитное образование, и в связи с этой особенностью узловые меланомы характеризуются более агрессивным течением. Существуют клинические и морфологические ситуации, когда дифференциальный диагноз на светоптическом уровне затруднён. В этом случае в некоторых ситуациях мы можем воспользоваться иммуногистохимическим методом. В частности, всем известный маркёр КИШ-67 – это ядерный белок, который экспрессируется исключительно в делящиеся клетки. И обратите внимание, в невусах пролиферируют меланоциты, расположенные либо в поверхностных отделах сосочкового слоя, либо это меланоциты, расположенные в базальном слое эпидермиса. В случае злокачественной трансформации пролиферативная активность атипичных меланоцитов высокая как в поверхностно расположенных отделах, так и в глубоко расположенных отделах новообразования. Второй маркёр HMB-45 – это маркёр меланосом. Это специфические органеллы меланоцита, которые участвуют в внутриклеточном транспорте меланина. В невусе меланоциты фокально экспрессируют, очагово экспрессируют HMB-45 в поверхностных отделах новообразования, в то время как в злокачественной меланоме экспрессия данного маркёра одинаково резко выражена как в поверхностных отделах, так и в глубоко расположенных отделах. Таким образом, морфологическая диагностика – это ответственный этап, который должен быть выполнен быстро, качественно и адекватно. Спасибо за внимание. Спасибо, Александр Леонидович. Кому угодно вопросы задавать. Да, пожалуйста. Одну секунду, микрофон сейчас. Одну секунду. Большая просьба. Представляйтесь, пожалуйста, кто задаёт вопросы. Вальков Михаил Юрьевич, город Архангельск. Спасибо вам за вашу поучительную лекцию. Я очень далёк от патанатомии и с большим интересом её прослушал. Вы показали на одном из первых слайдов разницу между неусом и меланомой, которая состоит в том, что меланома структурно отличается, вытесняет предсуществующие структуры, как вы сказали, то есть потовые, сальные и, соответственно, железо- и волосяные фолликулы. А в предыдущем докладе был показан дерматоскопический случай меланомы, где росли волоски. Пожалуйста, с патолого-анатомической точки зрения объясните, насколько важен вот этот признак структурного изменения, когда вытесняются предсуществующие структуры. Большое спасибо за вопрос. Дело в том, что морфологическая диагностика носит исключительно комплексный характер. Извлечение и изолированная оценка единичного параметра не являются самодостаточными. То есть волосы допускаем, если что? Не сложно судить за вас. Я вам могу сказать, что исключительно о наличии волос в микроскопическом препарате. Для нас это является важным диагностическим критерием. Насколько это актуально во время дерматоскопии, виднее вам. В любом случае, любой диагностический критерий не рассматривается изолированно от общего контекста. Спасибо. Спасибо. Ещё, пожалуйста, вопрос. Александр Олегович, сформулируйте, пожалуйста, что всё-таки должны практические онкологи видеть в заключении морфологическом подтверждении, что это меланома. Какие вот именно параметры чётко? Один, два, три. Глубоко уважаемый, Светлана Анатольевна. Дело в том, что утверждённых алгоритмов описания микропрепаратов у нас не существует. Если мы можем ориентироваться на алгоритмы, допустим, колледжа американских патологов, там есть утверждённые стандарты. Мне сложно дать сейчас конкретный рецепт, поскольку заключения даже в пределах северо-западного региона могут отличаться. Поэтому, а я не смогу дать рецепт, который удовлетворит всех коллег, потому что каждый сможет сказать чуть больше по этому вопросу. Хорошо, но тем не менее, какие основные параметры должны быть обязательно описаны? Гистологический тип в соответствии с классификацией ВОЗ, глубина инвазии, толщина по кларку инвазии, толщина по бреслу, край резекции, лимфоидная инфильтрация, пролиферативная активность и те феномены, которые будут обнаружены дополнительно. Спасибо, Александр Владимирович. Ещё, пожалуйста, вопросы. Спасибо большое.